Итак, в предыдущей серии мы узнали о том, что есть у нас еще проблема с электромагнитом, а именно с соленоидами. Вот такие соленоиды стоят внутри данной системы. Вот они. Эти соленоиды работают по какому принципу? То есть их удерживает электромагнит, обычный постоянный магнит, и я не могу их отцепить, то есть применив только некоторые усилия. Примерно где-то граммов 50-100 нужно, чтобы поднять, делить. Когда подается напряжение, создается электромагнитная сила, которая выталкивается соленоид, и он таким образом открывается. Когда напряжение пропадает, электромагнитная сила уходит и обратно втягивается соленоид. В данном случае магнит, который находится внутри камеры, разбит, и его части находятся в нижней части цилиндра или налипли на поверхности самого якоря. И как результат, якорь полностью не может соприкасаться с поверхностью магнита и не удерживается. То есть там получается следующим образом, когда его тянешь, он сразу же выпадает, не зацепляясь за поверхность магнита. Сейчас мы заменим на механизме взвода вот эту деталь, и посмотрим, как будет работать фотоаппарат. В предыдущем ролике я уже показал, как разобрать фотоаппарат, и на этом останавливаться не буду. Переходим сразу же к моменту, когда разделены части фотоаппарата. Перед нами Mirror Box. Необходимо извлечь механику подъема зеркала. Она крепится вот по двум сторонам с этой стороны и вытаскивается целым блоком. Сейчас будем это проводить. Извлекаем шлейф. Снимаем винт. Рядом снимаем второй. Итак, шлейф один отошел. Отстыковываем второй шлейф. Снимаем его. Извлекаем. Переходим сюда. В этой части есть еще один шлейф. Снимаем его. Аккуратно отщелкиваем. Под шлейфом два винта, которые крепят плату к поверхности корпуса. Откручиваем два винта. Теперь необходимо удалить провода. Провода с поверхности убраны. Вот в этой точке есть коннектор. Открывается вот так. Вот так. И необходимо его сейчас открыть. Коннектор открыт. И шлейф можно оттуда вытащить. Извлекаем шлейф. Извлекаем шлейф. Готово. Теперь аккуратно извлекаем плату. Плата в руках. И извлечена. Теперь извлекаем винт вот этот. Затем смотрим внутрь и видим еще один винт. Он находится вот здесь. Выкручиваем вот этот винт. И извлекаем на поверхность. Готово. Убираем в сторону шлейф. И в глубине видим еще один винт, который находится вот здесь. Вот он. Откручиваем этот винт. И извлекаем. Теперь с этой стороны переходим к этой части. Здесь в верхней части механизма находятся два винта. Один вот здесь. Другой вот здесь. Извлекаем оба. Готово. Теперь в нижней части вот здесь находится еще один винт. Он находится примерно под шлейфами. Здесь, наверное, сложно будет разглядеть. Однако, я сейчас установлю на него отвертку. Может, будет так виднее. Развернем в другой плоскости, чтобы туда попадал свет. То есть, винт находится вот здесь. Выкручиваем этот винт. Он удерживает механику зеркала. Итак, теперь можем заметить, что вот эта часть, если потянуть за нее, приподнимается. Если ее немножко пошатать, она начнет выходить. Здесь смотрим обязательно на то, что у нас здесь находится шлейф. И здесь смотрим внимательно, что здесь тоже находится шлейф. Аккуратно поднимаем с одной стороны, затем с другой стороны. И, в принципе, можно извлекать. Но насколько мы сможем извлечь? А извлекать мы будем всего лишь на несколько сантиметров, чтобы получить доступ вот к этому электромагниту. Больше мы открывать не будем, потому что здесь есть шлейф, который непосредственно подходит вот сюда. То есть, вот он. Вот этот шлейф нам сейчас в таком положении не даст полностью разобрать камеру. Также, на что следует в этом месте обратить внимание. У нас здесь зеркало крепится вот в этой части и вот в этой части на ушах. И если, скажем так, уши раздвинутся, а вот эта часть, она довольно хлипкой становится, когда вне корпуса, то зеркало может сорваться. Помним, что зеркало висит вот на этом ушке с этой стороны и вот здесь. Также, что при извлечении мы не трогаем этот датчик, а аккуратно поднимаем вот эту часть кверху. Вот. И таким образом снимаем на нужное нам расстояние. Сейчас. Итак, поехали. Сделаем немножко поближе и поехали. Снимаем аккуратно, приподнимая вверх. Просто покачиваю эту стенку, эту стенку и тянем. Все. Снял. При этом зеркало на месте, никуда не ушло. Все. Мы приподнялись только, насколько нужно, чтобы дойти до датчика. И вот он, датчик, который необходимо извлечь. Сейчас я еще чуть-чуть подвытащу отсюда, чтобы было понятно, насколько. Извлекаем мы вот на столько, чтобы только дойти до датчика. С этой стороны обращаем внимание на то, что у нас здесь идут шлейфы и с этой стороны у нас тоже есть шлейф. Итак, это тот максимум, насколько я открою вот эту часть. Больше я ее поднимать не стану. Моя задача извлечь электромагнит. Для извлечения электромагнита нужно открутить вот эти два винта. Итак, винты извлечены. В принципе, электромагнит можно отсюда тоже достать. Здесь необходимо вывести провод. Вот аккуратненько туда его загнать. и вывести. Таким образом можно уже ухватывать сам соленоид и поднимая его выводить на поверхность. Вот он. Давайте смотрим соленоид, как он двигается. То есть, если я его потяну, он практически не фиксируется на своем месте. но не происходит этой фиксации. Если взять, к примеру, соленоид другой, вот этот вот, то у него эту часть еще намучишься. Ну, при определенном усилии только можно извлечь. то есть, у этого соленоида уже есть, конечно же, повреждения. Сейчас достанем из него вот эту часть и взглянем, что у него внутри. Итак, это внутренняя часть соленоида. и как видим, что там на самом деле нет такого количества поврежденного магнита, насколько предполагалось. Следовательно, это значит, что сам неодимовый магнит, который стоит в основе данной катушки, просто-напросто перестал магнитить. А перестать магнитить он мог только, если нагрелся до 80 градусов. Итак, новый электромагнит на месте и укреплен. теперь поставим на место всю эту часть, закрепим ее и попробуем взвести. Укладываем на место, делаем это аккуратно. Также смотрим, чтобы шлейфы здесь все сидели на своих местах. Вот в данном случае шлейф один вышел, а его местоположение вот здесь. То есть его нужно уложить вот сюда. укладываем аккуратно вот эту часть. Не давим, просто позиционируем так, чтобы оно все вошло. Места там довольно мало, поэтому весь процесс требует некой скорпулезности. Итак, механа на месте. Здесь если посмотреть внимательно, то видно, что поверхности стоят так, как надо, то есть вот эта часть, вот эта рама, там стоит четко на месте и точка, такой небольшой штырек попадает туда, куда надо, то есть в отверстие. Речь идет об... Сейчас, не знаю, покажу, не покажу. Вот. Об этой точке она выходит как раз сквозь часть, которая является механикой. здесь все совпало, позиции верны, нигде ничего не пережато, шлейф на месте, вышел, и с этой стороны остается только лишь закрепить все винты, то есть два сверху, один вот здесь, два снизу, и один вот здесь. Итак, винты все на месте, которые крепят эту часть к корпусу, и теперь попробуем взвести так, как это требуется. нажимаем на рычаг, зеркало взвелось, никуда не убегает, стоит как надо, то есть если я его подниму, оно обратно встает на месте, на место, соответственно сделана работа правильно. Вот. У этого метода есть определенно огромные плюсы и огромные минусы. Минусы заключаются в том, что в данном случае мы не решаем вопрос с другими якорями, мы не решаем вопрос например с износом определенных участков механизма, которые изнашиваются тем не менее. В восьмисотых к примеру вот этот шток зеркала просто-напросто перепиливается и вываливается зеркало вперед. Вот. Но какие плюсы? Во-первых, мы не трогаем датчик фокуса и не снимаем зеркало. Мы не мешаем никак механизму фокусировки, поэтому в данном случае просто мы поднимаем убираем сломанную деталь не разбирая всех остальных узлов упрощаем этот процесс и собираем обратно и тем самым просто разрешаем проблему. Вот. Но по факту это чистый воды колхоз хоть и аккуратный. Пока рассказывал обнаружил здесь волосинку. Проведем обратно сборку. Здесь необходимо установить на пеньке шлейф, а также поставить на место верхний шлейф. Здесь открываем коннектор, устанавливаем на место шлейф и зажимаем его винтами, как это было сделано при разборке. То есть два винта внизу. Сейчас я поставлю шлейф аккуратно, здесь установлю его на точки. Итак, шлейф на точке. Здесь можно его зажать. Соответственно, дальше переходим к установке винтов вот в эту часть. Итак, шлейф закреплен, здесь наклеена наклейка. Итак, в это место мы установим плату. Сначала мы устанавливаем вот это место вот так и после нужно попасть в коннектор к шлейфу. И после того, как он поставится на место, можно будет думать о том, чтобы установить плату и закрепить. Здесь помним, что еще один шлейф нужно подсунуть сюда. Вытаскиваем все провода, аккуратно заводим. так, все. Теперь нужно открыть коннектор и поставить шлейф. Итак, шлейф на месте, на позиции и аккуратно зажат. Теперь необходимо подпаять проводники. Итак, механа все собрано, шлейфы подключены. Осталось только закрепить последний шлейф. Вот здесь его зажать. Шлейф зажат. И теперь можно собирать всю систему в обратной последовательности. Остается только напомнить, что здесь все подпаяно, шлейфы на месте и теперь можно эту часть устанавливать обратно в основное тело фотоаппарата. Помним, что там придется нам опять извести затвор, выставить позиции и дальше эту часть запрягать стой. Итак, мы остановились сейчас на той же точке, с которой я начал менять соленоид. Теперь втыкаем аккумулятор и тестируем камеру. камера включилась, режим ON, я его видать не выключил, но давайте посмотрим. 25 сработал. Так, давай попробуем сделать покороче выдержку и поставим ее, к примеру, с значением крайне минимальное, 8000. Как видим, фотоаппарат отрабатывает данную выдержку. Теперь необходимо собрать всю эту камеру до последнего болта и подключить к сервисной программе для снятия ошибок и проверки фотоаппарата. Перейдем к обратной сборке и цепляем панель одну с другой. Итак, боковая на месте. Сейчас поставим кнопки управления. Блок управления на месте. Сюда вставляем вот этот, эту часть и сверху накрываем блоком управления. Здесь совмещаем крышки. Так. Перед установкой видоискателя протираем поверхность линзы. Устанавливаем видоискатель на поверхность. В верхнюю часть вкручиваем винт. Готово. Устанавливаем винт в панель управления. Она идет сквозь корпус и прижимает сразу обе детали. Устанавливаем нижнюю панель. Крепим винтами. Винты установлены как эти так и боковые. Устанавливаем крышку. Ставим ее под 45 градусов. Слегка надавливаем с одного края, потом с другого края. Все. Зашло. Тут же резинки. Одна И теперь другая большая вот сюда. После установки прогреваю клеющие резинки, наклеенные резинки при помощи термофена. Фронтальная часть. Здесь установка винтов. Фронтальные винтики на месте. Здесь боковые на месте. Боковые на месте. Боковые на месте. С этой стороны боковые на месте. и теперь можно переходить к установке резинок. Ставим фигурную резинку и крепим винтом его внутрь. Резинка закладывается внутрь под выступ, который находится внутри под этой крышкой. Закладываем резинку и аккуратно при помощи лопатки заталкиваем ее внутрь. внутрь в отверстие загоняем винт. Винт устанавливается вот в это отверстие. Готово. Фигурную резинку устанавливаем FX и устанавливаем всю резинку на поверхность. Тут также места, в которые необходимо аккуратненько лопаткой поставить резину. После чего мы все это прогреем. Резинка на место как следует не встает. Это связано с тем, что уже старая резинка и она практически не клеится. Значит ее обычно меняют. Вот. Теперь установим сюда резинку. Также ее ставим и прогреваем. Резинка слегка увеличена. Это говорит о том, что она расширилась в результате воздействия на нее жирных кислот с пальцев. Итак, резинка встала, но видно, что резинка встала так не очень. Это связано с тем, что резинка уже старая, раздулась и не хочет попадать на свои места. Нужно будет предложить клиенту замену данных резинок. Теперь подключаем камеру к компу. Итак, камера подключена к программе. Программа у нас открыта. И теперь смотрим наличие ошибок. сейчас он должен показать старые ошибки. Делаем тестовый кадр. И вот они старые ошибки. Теперь стираем все ошибки, стираем всю историю и делаем повторный тестовый снимок. Как видим, ошибки больше не появляются на экране ошибок. Теперь заканчиваем этот момент и проверяем количество кадров, которые пробежала камера. Камера пробежала с момента видать какой-то сброс был 66643 кадра. Вот. В принципе этой прогой можно также обнулить до нуля пробег. Я думаю сделали это точно так же на камере, потому что пробег на самом деле больше. На этом все. Итак, D700 на штативе с объективом 24-7. сейчас мы будем фокусироваться вот туда вот на эти сарайки и собственно поехали. Цепка уже загружена в карт-слот. Сделали кадр. Этот кадр у нас сделан так на выдержке. Сейчас посмотрю внимательно. Так, инфо. это был 3.5 сейчас сделаем и режим Main Wall. Сейчас поставим другой режим Auto 2.8 поставим и сделаем еще контрольный кадр. Так, ну давайте попробуем увеличить это все дело. Посмотрим что там у нас показывает. На экране грязь. надо будет еще почистить матрицу обязательно. В целом видим что попало туда куда надо. Здесь нажал кнопку закрытия диафрагмы проверил. Сейчас еще можно пробовать. Диафрагма закрывается. Так, ставим по максимуму 22 и закрываем диафрагму. диафрагма закрывается без каких-либо проблем. Делаем на 22 диафрагмой кадр и все получается. Так что камера готова к работе. Еще решил на больших ISO попробовать выдержки короткие. Есть. Еще разочек. Давайте посмотрим сюда. Давайте 8000 и диафрагму откроем. Так, чтобы видно было. Как видим, что и 8000 он тоже отрабатывает. Следовательно, на коротких выдержках он работает. Давайте сделаем подлиннее выдержку. Выдержка, ну, к примеру, вот такая. Надо закрыть дырочку и уменьшить ISO. Вот так поехали. И коротенькую выдержку он тоже отрабатывает нормально. Ой, длинную. Длиннее делать можно сделать. Так, посмотрим. Давайте сделаем вот столько ISO. Вот такую выдержку и еще раз кадрик. Длинная выдержка и конечно же кадр. по данному фотоаппарату остается только почистить зеркало и матрицу. Об этом уже не буду упоминать в этом видео. Так как с фотоаппаратом пришел вот этот объектив, была еще озвучена просьба восстановить резинку. И в следующем видео я покажу как восстановить резинки. Что касается вот этих резинок, нужно будет поговорить с заказчиком, потому что резинки старые и их обычно меняют. Вот. И остается лишь упомянуть о том, что заменили мы вот такие вот детали. Это из механизма подъема зеркала, а это из механизма взвода, затвора и подъема зеркала. Вот эти детали будут переданы заказчику. И на этом все. Всем пока и до свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.